Добрый день! Давайте приготовим салатик опять овощной. У меня сегодня в качестве основного продукта это молодая капуста. Обычную я пекинскую использую, вот сегодня купил обычную молодую, белокочанную. Красный лук, редиска, огурцы и пару бакинских помидорчиков. И заправлять я буду все это маслом виноградной косточки и лимонным соком. Теперь капусту рубим, остальное все мелко нарезаем. Покажу вам уже в конце, когда все будем перемешивать. Так, огурчик полукружочками нарезал. Редиску точно так же. Лучок четверть кольцами. Помидор кубиками порезал. Смотрите какой помидор прекрасный. Это бакинские помидоры, несистые, вообще белизны никакой нет. Прям красные-красные, очень сладкие. Я пробовал их уже сегодня на второй прием пищи. Вот кубиком их брошу. Все. Капусту я просто меленько порубил, вручную. Теперь мы все это подсаливаем. Соль нам тоже кушать надо, но не перебарщивать. Черный перчик посыплю. И, как я и говорил, масло виноградной косточки. Смотрите, он не всем подходит, но в плане вкусовых качеств, но любители. Поэтому, если не уверены, что вам нравится, лучше оливком заправить. И немного лимонного сока. Ну, у меня в таком плане. По-моему, даже сок лайма якобы. Ну, не важно. Кислинку он придаст. Все. Теперь перемешиваем. И салат готов. Все перемешал. Заправлен. Полностью готов к употреблению. Я его, как правило, употребляю на четвертый прием пищи. То есть, вместе с каким-то мясом, или с рыбой, или с курицей. То есть, как четвертый прием пищи, он уже у нас без углеводов. И вот там можно вполне 150 грамм салата и грамм 100, допустим, какого-то отварного мяса говяжьего, или куриного, там, да, или рыбу, или какой-то морепродукт. Отличный будет прием пищи. Можно и на второй, и третий тоже добавлять его к углеводам, к мясу без проблем. Так что готовьте. Или еще вкуснее готовьте, или так, или придумайте что-то свое. Давайте худеть дальше.